Начался второй этап приемки образовательных учреждений к новому учебному году. И если на первом этапе проверялись дошкольные образовательные организации, то на этом этапе комиссии будут проверяться школы. Проверке подлежат 11 школ и две организации дополнительного образования. Это Азбестовская школа-интернат и колледж искусств. Одним из первых образовательных учреждений, где побывала комиссия, была 30-я школа. Особое внимание уделялось созданию безопасных санитарных условий пребывания детей в связи с коронавирусной инфекцией. На входе в школу установлен турникет. Осуществляются все санитарные нормы, включая термометрию, дозаторы для дезинфекции рук, различные антисептики. На всех этажах установлено видеонаблюдение. Предусмотрена не только санитарная защита от заражения инфекцией. Во время учебного процесса осуществляется охрана школы охранным предприятием. С помощью шефов управления железнодорожным транспортом комбинатора «Азбест» родителей, детей и самих педагогов приведена в порядок пришкольная территория, которая пострадала от урагана 25 мая. Вместе с комиссией в школе побывал общественный советник главы города Леонид Ремезов. Комбинатор «Азбест» шествует над 10 школами, помогает как с ремонтами, так и с благоустройством территории. В течение года проводятся по обращению самих школ, то есть какие-то оперативные мероприятия. Когда, например, 30-я школа, после урагана вывернут был асфальт и газонные покрытия, тут все было разрушено. То есть также было обращение директора, принято решение и, соответственно, оказана помощь. Председатель комиссии, глава города Наталья Тихонова, пообщалась с педагогами и в сопровождении директора школы Елены Ижовой прошла по классам и кабинетам этого учебного заведения. Особый интерес у главы вызвали кабинеты химии и физики. В кабинете физики Наталья Тихонова задержалась особенно долго. В школе проведен косметический ремонт, капитально отремонтировано книгохранилище, подготовлены классы, кабинеты, аудитории к новому учебному году, приобретены учебные пособия. Об этом рассказала директор школы при подведении итогов. За счет средств обоснованного бюджета у нас были приобретены силажи в книгохранилище. Работники под руководством заместителя директора Паха Чеплина, Валерина Ивановна проводили другие работы косметические. Это ремонт коридоров, туалетов. В этом году у нас было приобретено оборудование для подготовки школьников в кабинет физики на сумму 49 тысяч. В этом году были приобретены новые экземпляры учебников. Более 1300 экземпляров на сумму более 700 тысяч рублей. Значит, сейчас наша задача стоит, я говорил, Антали Рубин, и с вами Антоний Аскуй, конструктор ЛЕГО, который мы первым делаем, средства депутата законодательного собрания нашего выпускника Владимира Александровича Власова. Поэтому сейчас первые шаги вот этому делаем. Я думаю, что у нас все получится, и мы все это сделаем. В своем выступлении перед педагогами при подведении итогов глава города сделала акцент на безопасность детей при посещении школы в новом учебном году. Хочу отмечить, что, как и все школы, 30-я школа включилась в подготовку без остановки. Напомню, что подготовка к началу учебного года – это постоянный процесс. Он не останавливается никогда ни в середине учебного года, ни в конце учебного года, ни даже в момент подписания акта. Мы порой даже понимаем, что современные условия, да, и особенно современные условия с ограничительными мерами для нас вывела новый приоритет в подготовке школ. Это подготовиться так, чтобы соблюдать санитарные условия в совершенно в ином, более ответственном режиме и обезопасить наших детей, в первую очередь, от возможности возникновения и распространения инфекций. Сегодня мы видим, что ситуация напряженная, сохраняется в городе Азбесте, соответственно, в регионе. И вот в таких условиях мы должны на опережение срабатывать, если что-то у нас не получается. Я посмотрела тоже на условия. Сегодня я могу отметить, что условия в школе созданы для освоения образовательной программы. Я благодарю вас всех за вашу работу, за ваш непростой труд, за то, что вы смогли с гордостью, я бы сказала, с достоинством закончить учебный год с использованием новых технологий. И пожелать вам достойных учеников, внимательных и ответственных родителей и взаимопонимания внутри коллектива. Поэтому, с учетом тех замечаний, которые есть, я считаю, что как представитель комиссии школы принят от начала учебного года, я вас всех поздравляю и благодарю за вашу работу. Спасибо. Приемка школ к новому учебному году проводится в ежегодном режиме и стала уже традиционной. Но каждый год диктует свои приоритеты. Именно об этом в интервью нашей телекомпании говорила Анталия Тихонова. Необходимо создать все условия для безопасности детей, подчеркнула глава. Делается все для того, чтобы создать эти необходимые условия, соответствующие санитарным правилам и требованиям. Также не забываются и другие условия. Это вопросы противопожарной безопасности, это готовности образовательных программ, это, конечно же, вопросы, связанные с улично-дорожной сетью. Это все те вопросы, которые тоже являются приоритетными. Глава города затронула и тему шефской помощи образовательным учреждениям. Конечно, мы видим, что сегодня и педагогический коллектив, и шефы. Здесь я бы могла отметить приоритетную роль градообразующего предприятия «Урал-Азбест». Я даже больше скажу. Да, есть средства бюджетные, есть программа развития системы образования. Но когда видишь реальную, не на словах, а реальную поддержку градообразующего предприятия, то можешь с гордостью говорить о том, как председатель комиссии, что школа принята. Поверьте, это не во всех городах. Поэтому взаимодействие, взаимопонимание с «Урал-Азбестом» – это сегодня тоже как определенные условия при приемке школы. При проведении образовательного процесса очень важную роль выполняет такое направление, как антитеррористическая защищенность образовательных учреждений. Сегодня, принимая школы к началу учебного года, не забываем еще об одном. Это, конечно, очень важное направление, которое поддержано со стороны финансированием правительства Свердловской области. Это поддержка антитеррористической защищенности школ. В этом году на эти цели отправлено порядка 13 миллионов рублей. И здесь два основных направления – это укрепление ограждений и, соответственно, создание необходимых условий пропускной системы, чтобы исключить появление посторонних лиц в период образовательного процесса и в самой школе. Это надо и это важно для безопасности наших детей. Готовимся к первому сентября. И в преддверии первого сентября я хочу пожелать всем и нашим любимым учителям, ученикам, самым ответственным и терпеливым родителям, нашим шефам удачного начала учебного года, чтобы радость встречи обязательно привела к тем достижениям, к тем достижениям целей, которые поставлены всеми участниками образовательного процесса. Я знаю, что каждый новый учебный год – это новая пора, это новый этап в жизни и учеников, и учителей, и родителей. Успехов всем нам и достижения новых целей. В этом году за парты 30-й школы сядут более 700 учеников, в том числе 75 первоклассников. А всего 1 сентября городские школы откроют свои двери для почти 8 тысяч детей, в том числе для более 800 первоклассников. В детские сады пойдут 4300 ребятишек. Учреждение дополнительного образования – 2302 ученика. Юрий Чиликин, Максим Фетисов. Новости АТВ. Новости АТВ.